У вас еще ничего? В некоторых селах и такой нет. Примерно так отвечают селянам из Лесного в Краевом Министерстве Транспорта. Не асфальтированный участок дороги засыпан гравием. Мало дискомфорта, так еще и пыль дорога поднимает непростую, а, как говорят жители, щебеночную, которая оседает в легких. Наши дети ездят в школу в соседнее село Санниково на автобусе. При этой дороге дети дышат пылью, потому что летом стоит пыль ужасная. Детей тошнит, детей укачивает на этой дороге. Своя школа в Лесном сгорела, от нее тоже осталась почти одна пыль. Но по этой пыльной дороге возят не только детей. Жители возмущены, службы доставки либо отказываются сюда ехать, либо стоимость перевозок в Лесной завышают в разы. Зимой снег здесь редко и плохо чистят, а работы, которые проводили ни жители Лесного, ни других поселков не радуют. Дорога от Бобровской трассы до поселка Рощина была отсыпана просто щебнем. При этом были выпилены все деревья, находящиеся вдоль дорог, которые хоть как-то от ветра защищали. И вот один километр дороги по Лесному заасфальтировали. То есть на все на это потрачено было 24 миллиона рублей. Дорога ровно через год превратилась в то же состояние, как будто никакого ремонта не было вообще. В Министерстве транспорта официальный комментарий не дали, поскольку жителям Лесного уже неоднократно отвечали. Автомобильный поток не настолько велик, чтобы этот участок трассы асфальтировать. Да и щебень, говорят, не самый плохой вариант. Во многих селах ситуация хуже. Андрей Дригер, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует...